Зинаида Залевская работает фельдшером в Жуковке уже 37 лет. В деревне ее знает практически каждый. Жаловаться она не привыкла. Говорит, что может работать и без горячей воды. Но деревянный дом, в котором располагался ФАП, был построен еще в 30-х годах прошлого века. Старое здание разваливается на глазах, канализации в нем нет, а ведь каждый день на осмотр приходило по 5-6 человек. Иванов потребовал срочно решить эту проблему. Переезд ФАПа в местный дом культуры оказался выходом из сложившейся ситуации. Мы сумели совместить и дом культуры, и современный фельдшерско-акушенский пункт. И сегодня открыли его и Зинаида Владимировна, которая залезкая, которая долгие годы здесь оказывает медицинскую помощь. Теперь ее может оказывать нашим жителям в современных стандартных условиях, с новым оборудованием, в новых помещениях. Андрей Иванов осмотрел новый ФАП. Проверил кабинет фельдшера, процедурную, комнату отдыха и детский кабинет. По итогам инспекции глава района подчеркнул, что пункт полностью соответствует стандартам современного медицинского учреждения. В нем есть все необходимое оборудование, элементы доступной среды, вентиляционная система. Зинаиде Залевской новое рабочее место понравилось. Осталось только дополнить его небольшими деталями. Меня все устраивает. Я сказала только вывеску, чтобы мне поменяли, чтобы там более подробно было указано. Время приема, время вызовов и телефоны контактные, там с высшестоящей организацией, со скорой все. А так все устраивает, все нормально. Все пожелания главного фельдшера, по словам Иванова, будут учтены. Что не хватает, покажет жизнь. Зинаида Владимировна в своей работе будет сталкиваться, может быть, с какими-то неудобствами, поступят от нее какие-то просьбы и замечания. Мы в ближайшее время обязательно на них среагируем. Гарантия после ремонтных работ большая. Новое здание будет долго служить жителям деревни. Жуковцы выразили надежду, что и как можно дольше будет работать их любимый фельдшер Зинаида Залевская. Дарья Киреева, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.